39-летняя правозащитница сделала признание о неудавшемся браке. Екатерина Гордон разоткровенничалась о жизни с сорока трехлетним адвокатом Сергеем Жориным. Девушка дважды выходила замуж за Сергея, и оба раза заканчивались скандальными расставаниями. Недавно юрист опубликовал видео экс-супруги в неадекватном состоянии и обвинил ее в употреблении наркотиков. Гордон решила внести ясность в ситуацию. Екатерина заявила, что в отношениях со звездным адвокатом действительно была нездоровым человеком. Это была болезнь. Не любовь, а трешник какой-то. Доходило до того, что я пришла в клинику неврозов и сказала, помогите мне, я возвращаюсь к садисту. Он бил меня, дергал за волосы, каждое утро говорил. И как я мог выбрать такую страшную телку? Когда после развода мужчины говорили мне комплименты, я думала, что они стебутся, призналась телезвезда в эфире выпуска YouTube-шоу Алена, блин. После конфликтов Жорин просил прощения у жены, и та возвращалась к нему в надежде на перемены. Правозащитница призналась, что изначально была очарована внешностью и чувством юмора экс-возлюбленного, но потом поняла, что он просто злобный клоун. Проблемы в браке не ограничивались рукоприкладством. По словам Екатерины, муж не был ей верен. Я была беременная, лежала в больнице на сохранении. Смотрю, Анна Седокова выкладывает фотографию. И я вижу, что это наши обои, наш плинтус на снимке. Я написала ей, Анечка, ты чего, может я хотя бы рожу? А она мне, ой, а вы еще в браке? Сергей не отрицал измену, разоткровенничалась юрист. Роман адвоката с певицей завершился быстро. По словам Гордон, тот заявил, что выкинул вещи Седоковой. Он очень вспыльчивый. Я не верю ни в один хэппи-энд его отношений, заверила звезда. Она утверждает, что все последние месяцы беременности буквально жила в больнице, и Жорин не оплатил роды. Екатерина заверила, что никогда в жизни не употребляла наркотики. Единственное, красное сухое вино, я его обожаю. Мой максимум два, три бокала, дальше мне становится плохо. Тогда меня сильно тошнило, прокомментировала она компрометирующий ролик. Сегодня Сергей не общается с сыном Даней, рожденным в отношениях с телезвездой. Он виделся с семилетним мальчиком всего четыре раза. Новая волна конфликта между бывшими возлюбленными образовалась из-за певицы Валерии, которая решила создать свою политическую партию. Гордон раскритиковала артистку, а на ее защиту встали муж Иосиф Пригожин и его друг Жорин. Анфиса Чехова и Евелина Блёденс поддержали правозащитницей в скандале с секс-супругом.